Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. Там молоды ПВЕшки обновили. Пойдём играть? Нет. Ты сам-то когда последний раз ПВЕ играл? А ты знаешь, Капитан Очевидность? Да, давненько это было. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин, Капитан Очевидность и новость об изменении ПВЕ в Warface. Вначале наши прекрасные Алодусы решили усложнить миссии, причём весьма странным образом. Вначале они решили увеличить урон ботам, что, собственно говоря, правильно. Правда, в реализации наших разработчиков наблюдается некоторый перебор. С другой стороны, они этим ботам увеличили количество хитпоинтов, то есть повысили живучесть. И вот это, я вам скажу, крайне странно. Игроки, конечно, не отставали и стали активно бомбить, выдавая базу. Мол, ребята, вы чё, офигели? Нам и так приходится бегать эти рутинные Блэквуды, многие на которых ругаются. Вы же решили всё это дело пофиксить, да ещё убрать большинство спецопераций. В том числе и тот самый популярный, пресловутый Блэквуд. Через некоторое время разработчики выпустили пост, где сказали, «Вы не понимаете, это другое. На самом деле мы собираемся всё улучшить. Теперь будет пассивная прокачка основного оружия, количество получаемого оружейного опыта и качественный магазин, где за полученные короны вы сможете прикупить действительно годноту». Забыли, правда, разработчики сказать, что знаки возрождения почему-то существенно подорожали, а их надобность возросла многократно для большинства игроков. Если присмотреться на первый взгляд, то всё резонно и разработчики, в общем-то, идут правильным путём. Но это только если на первый взгляд. Тут на самом деле надо окунуться в историю Warface и зайти издалека. Не секрет, что многие игроки пришли в Warface именно благодаря PvE-шкам. На тот момент не самым простым в прохождении, но действительно интересным, актуальным, позволяющим отлично провести время, да и сам Warface тогда был на не самом плохом техническом уровне. Люди знакомились, сполочались, у них появлялись кланы, и вначале на заре Warface большинство этих кланов было увлечено именно PvE-составляющей. Это сейчас в Warface большинство исключительно PvP-шники и живут на РМе или каких-то пабликах. И, наверное, сегодня мало кто может поверить, что вообще-то, когда-то, даже некоторые из сегодняшних киберспортсменов начинали именно как банальные крабики-ПВЕ-шники. Так, друзья, оно и было. Золотые времена были, сука. Со временем ПВЕ-миссии, а потом и спецоперации, вы знаете, стали более лёгкими. И, внимание, на этом фоне, как ни странно, Warface стал более популярным. Понижение сложности произошло на фоне введения боевых сетов, то есть боевая броня. У людей появился доступный реген ХП и брони. Таким образом, к 2017 году для прохождения большинства ПВЕ-миссий и спецопераций даже не требовалась хорошо сплочённая и достаточно профессиональная команда. Были, конечно, исключения типа Марафона или Белой Акулы, но в основном всё было замечательно, несложно и непринуждённо. А с введением спецоперации Ледокол, Warface побил свой исторический максимум по онлайну. Онлайн превысил больше 220 тысяч человек одновременно. И никто тогда даже подумать не мог, что мы так скачемся. В общем, друзья, всё шло великолепно, и я вам даже больше скажу. Те ребята, которые основательно поселились на ПВП, ПВЕ-шками вообще ни разу не брезговали. И часто это происходило не из-за каких-то там банальных наград, а просто возможность пострелять в ботов и пообщаться с друзьями после РМов или каких-то пабликов. Однако потом прошлые разработчики стали наступать на свои же грабли. Они создали одну какую-то спецоперацию неудачную, потом ещё. Они пошли по какому-то усложнению. По системе, знаете, делать жопа боль, сука. Почти непроходимую для того, чтобы пройти эти спецоперации типа какого-нибудь Марса. Надо было неделями разрабатывать тактику, потом собирать какую-то крутую команду, потом идти всё это проходить. И в итоге, сука, практически ни хрена толком за это не получать. ПВЕ из отличного, можно сказать, лампового проведения времени превратилось в какую-то, знаете, такую нежеланную работу. Ну а своей линией разработчики решили ни в коем случае не отходить. И придерживались её и в дальнейшем. Потом, конечно, появились более лёгкие спецоперации. Они поняли, что хреном берёзу не перерубишь. В итоге мы получили не самую сложную, хотя и не самую приятную и простую Гидру, а потом и Блэквуд. И вот наступает эра наших прекрасных Алодов. И вы знаете, начали они очень неплохо, выпустив две прекрасные сюжетные ПВЕ-миссии. Это был их какой-то действительно значимый первый успех. Две ПВЕ-хорошие миссии. Единственным недостатком этих ПВЕ-сюжетных миссий была сложность. Именно тогда поступили первые нехорошие звоночки. С одной стороны, там нет никаких существенных интересных наград. С другой стороны, просто побегать, понаблюдать за природой, пострелять, о чём-то своём подумать тебе тоже в полной мере не дают, потому что начинается какой-то пот. Либо ты можешь просто бежать на пролом, но при этом тебе надо постоянно тратить знаки. Их уходит достаточно немало. То есть для удовольствия это не подходит. С точки зрения профита тоже никак. И хотя сами миссии, по моему мнению, великолепные, популярности они, к сожалению, не получили. И вот теперь, а вот Стим хочет взять и усложнить весь ПВЕ-контент в Варфейсе. Особенно дело, конечно же, будет плохо обстоять с живучестью ботов. На профи так они вообще порой, ну просто непробиваемые стали. И думается мне, что те немногие оставшиеся люди, которые всё-таки любят ПВЕ и иногда пробегают чисто для удовольствия, ПВЕ-миссии какие-то, скоро это делать перестанут. Ибо опять же, профита они несут не так много, а удовольствия и того меньше. Что касается прокачки оружия, то тут надо понимать, если миссии стали сложнее, если теперь на них ещё надо тратить постоянно достаточно много знаков, то я понимаю, к чему это всё приведёт. Часть игроков скажет, да, ну его нафиг это ПВЕ, я лучше ещё рубль закину, да, пушку за этот рубль прокачаю. Но в это же время надо понимать, что, к сожалению, многие скажут, пипец, так хоть Блэквуды бегали, нормально всё было, теперь сложнее стало. Теперь чё, бабки закидывать или мучиться на этих ПВЕшках? Ну, пожалуй, нет, с меня хватит. И почему-то сомнений нет, что тех, кто скажет, с меня хватит, будет достаточно много. Что касается пресловутого магазина, где можно будет за короны купить кучу классных пушек тудым-сюдым, ребят, ну всё мы это знаем. Это та же история, что с карточками. Warface такая игра, и у неё такая система монетизации, что реальная халява очень скоро быстро будет прикрываться. Я вас просто в этом уверяю, вот увидите, так и будет. Вскоре этот магазин реально крутыми пушками обновляться перестанет, будет продаваться всякий хлам, скорее всего, устаревший. То есть, допустим, не знаю, через год-полтора в этом магазине всё ещё будет какой-нибудь Калашников Хаос, хотя там будет какая-нибудь новая пушка Бенелия Супер Купер Кастом Мега Игл, которая будет сносить эти Калашниковы просто на раз. А вот вы, кроме Калашниковы, больше ничего купить не сможете. Нет, ну, конечно, дай бог, чтобы я был неправ. Ну, ребята, ну, вы же понимаете, ну, у нас так заведено, ну, шо вы, ну, в самом деле. Все всё прекрасно знают, понимают, я вас умоляю. Более того, чтобы получить эти самые короны и в этом магазине отовариться, тебе придётся, ну, скорее всего, либо бегать какой-то очень крутой ПВЕ-командой, либо, братан, да, тебе придётся покупать знаки возрождения. Знаки продаются либо за короны, что ты себе позволить не можешь, либо нафига ты тогда бегаешь, правильно, если ты хочешь что-то в этом магазине покупать. Ну, либо за кредиты, да. В общем, друзья, вы меня прекрасно поняли. Уже по щиколотку в воде стою, а потому хочу спросить, Рокутаген, если ты критикуешь, может быть, ты что-то предложишь? Во, правильно. Правильно говорит Кэп. Нужны какие-то конструктивные предложения. И предложения у меня, друзья, есть. Первое. Не надо повышать живучесть ботам. Вообще. ПВЕ это, знаете, наверное, единственная среда, где какие-нибудь варбаксовые пушки до сих пор на большинстве ПВЕ-контента актуальны. Так дайте же людям хотя бы там с этими пушками хорошо провести время. Ладно, вы можете немножко повысить, скажем, живучесть какому-нибудь там джиггернауту. Как-то, знаете, так вот точечно где-то, боссам и так далее. Фиг. Фиг бы с ним, пусть будет так. Но в основном, я вас прошу, не надо трогать живучесть противников на ПВЕ. Это был первый момент. Второй момент. Я предлагаю ботам, конечно же, вы правильно делаете, повысить урон. Но повысить его не так, как вы повысили, что они просто нахрен суносят всё. Ну это реально, это дрочь какая-то, а не ПВЕшка для удовольствия. А сделать ботам ТТК такой, какой он как раз был где-то в 2017 примерно году. То есть, возьмите сеты, которые там были, броня, которая там была, и посмотрите, за какое время боты сносят эту броню и своего оружия. Соответственно, берёте современное снаряжение, самое такое актуальное для ПВЕ с регеном, берёте ботов и настраиваете таким образом, чтобы они сносили это снаряжение так, как они сносят снаряжение 2017 года. Это шикарно, я вас уверяю, вот примерно такой ТТК, как в 2016-2017 году, это золотая середина. Это не сложно, но если пойдёте на профи, да, придётся страдать, придётся брать знаки, и это нормально, на то оно и профи. Всё остальное будет пробегаться, где-то будут браться знаки, где-то нет, но вот это идеальный реально баланс. Примерно броня игроков 2017 года против ботов, тудым-сюдым, вроде где-то лайтовенько, где-то посложнее, но это реально было интересно. С одной стороны, если ты любитель хардкора, собираешь команду, идёшь в какую-нибудь сложную миссию, с другой стороны, какую-нибудь суложку Анубиса пробежать с рандомами. Да как нефиг делать, где-то чуть-чуть, может быть, там поднапрягёшься, но в основном прекрасно, интересно, сбалансировано. Про Кутагин, а как же челлендж для игрока? Кэп, какой челлендж? Нет, я понимаю, друзья, да, вы скажете, ну, игрокам нужен челлендж, вот это любят наши разрабы. Игрокам нужен челлендж. Ребят, да не правда это. Сегодня в игре остались в основном какие-то пвпшники, ну серьёзно, я сам такой, я пвпшник там. Либо пабликмены, как я люблю, там, штурм побегать, обычные подрывчики, мясорубочки. Большинство, больше половины точно, вообще РМ-игроки. Какие, блин, челленджи на пве? Вот серьёзно, я разговариваю с людьми, например, там, с людьми с окланами, с которыми я долго играл, там, ещё с кем-то, с пвпшниками, рэмчиками. Я говорю, там, чем занимаешься, там, пвешки бегают? Да, бегаю, Блэквуда, тебе нравится? Да мне, говорит, вообще пофиг на это пве. Мне пофиг на это пве. Мне на него насрать. Я бегаю, чтобы, там, допустим, прокачать пушку. То есть, людям абсолютно до одного места пве. Они бегают за результатом. И вот тут мы подходим к самому главному. То, о чём я говорил. То есть, есть люди, для которых, там, нужен челлендж, их в Варфейсе практически не осталось. Даже раньше, помните, были ютуб-каналы, которые были посвящены, если не наполовину, то, как бы, на третье. А иногда наполовину, иногда даже большая часть контента у них была пве, там, допустим, Гроза Востока у нас была, сейчас Тарков играет. И так далее. То есть, были такие даже целые каналы, которые, прямо, большие люди любили пве. Да чё говорить, там, МС Серёга раньше, он начинал, он очень много пве именно контента снимал. Да. Сейчас либо люди перешли на пвп, и пве им вообще пофигу, по большому счёту. Они там практически не ходят. Либо эти люди уже вообще не играют в Варфейс. Это правда. То есть, истинных пвешников в Варфейсе очень, очень мало. Однако, всё ещё играются те же, например, с ложки ПВЕ, там, Анубисы какие-нибудь. Играются какие-то Припять, там, лёгкие с ложки, то есть, ну, что-то такое, да. Я не говорю про Блэк, вот почему, сейчас объясню. Эти миссии, например, ПВЕ с ложки какие-то, они играются людьми, вот, я вот наблюдал такое, я сам такое. Я могу пойти, например, эту миссию четыре раза подряд пройти. Я прохожу, мне пофиг на корональ. Мне даже не нужен идеальный результат. Я включил музыку, слушаю какой-то подкаст. Я бегаю для удовольствия, мне нравится просто отстреливать ботов, там, не знаю, вот, смотреть на этими пейзажами всеми. Особенно, Балканы раньше были классные, жалко, такого сейчас нет. Вот, я не хочу сложности, мне не нужна сложность, я хочу лайтового забега и тира. Всё, мне больше ничего не надо, это самый-самый кайф, понимаете, друзья. И вот таких людей, которые, например, регулярно играют рэмы, штурмы, мясорубки, что-то такое, но при этом они не брезгуют ПВЕшками хотя бы немножко, их хватает. И вот поймите, с усложнением ПВЕ, созданием там реального геморроя и челленджа вашего самого, вот, который вы так любите разработать, эти люди от ПВЕ окончательно откажутся. Им не надо себе ничего там доказывать. Им пофиг, они бегают просто ради удовольствия, ради тира, ради расслабона, ради такого, знаете, чисто академического интереса. Но, судя по всему, скоро это всё, друзья, закончится. И тут мне просто непонятна позиция разработчика в плане вообще развития игры, в плане вот подхода к своему делу. Ведь, когда ты создаёшь что-то в игре, ты на что рассчитываешь? Что человек будет ходить ради наград? Серьёзно? Серьёзно? Это что, мерило успеха? В стиле, ну вы знаете, была вот классная спецоперация, её все ходят. Да, замечательно. Давайте сделаем за эту спецоперацию награды, там, такие же, допустим, как за ПВЕ-миссию, сложно, допустим, да, вот, там, и оружейный опыт, и всё. Вы думаете, кто-то Блэклот будет сходить? Нет. ПВЕ-шки сложные, которые были придуманы, там, в 2015-м каком-нибудь, там, 14-м, 13-м, бегают до сих пор. Вообще насрать на награды. Людям просто нравится. Понимаете? Я об этом много раз говорил. Если даже вот новые, классные, кстати, ПВЕ-миссии сюжетные, которые сделали у нас Алоды, не спецоперации, а именно сюжетные миссии, если эти миссии сделать по сложности как старые миссии, то есть, чтобы боты были плюс-минус лайтовые, вы сразу заметите, как подрастёт онлайн на этих именно миссиях, потому что там красота, там природа, там реально интересно. Там можно звук игры поменьше сделать, там, что-то включить музыку, подкастик, идёшь и балдеешь. Это же отличное времяпровождение. Вы сделали годный контент, но вы его неправильно настроили. Абсолютно. А, например, какие-то спецоперации, сделанные так, там, вот, чёрная акула какая-нибудь. Вот её не хочется, честно, проходить. Есть, конечно, любители, но вот чтобы для удовольствия? Нет, абсолютно нет. Какие-то турели туда-сюда, гемор какой-то вот. Ну, вообще не то. Вообще это не лайтово, это прямо не на расслабоне, не подширить, нифига. Но! Человек пойдёт, потому что там просто награда. И всё. Это неправильный, порочный круг. Вы делаете негодноту, но вы фактически заставляете игроков там ходить, потому что там есть что-то, что им нужно. Это не удовольствие. Вы заставляете их ходить за наградами. Наградами это порочный путь. Он никуда не ведёт. И так по кругу. Вы сделали две офигенные ПВЕ-миссии. Вот если их настроить и сделать там нормальные награды, это просто бум будет. Это просто, это, это прям шикарно. И двигаться надо именно в этом направлении. Геймплей фёст. Замечательная, прекрасная фраза, прекрасный девиз. Геймплей прежде всего. Игрок должен заниматься чем-то, играть в какой-то матч, куда-то заходить в игре, неважно куда. Не потому что он получает награду, а потому что это ему безумно нравится. Понимаете? Ему нравится сам процесс. Он должен быть наркоманом вашей игры. А если ему из всего интересен только РМ, а ПВЕ он открывает только для того, чтобы прокачать пушку, не даже чтобы почилить вечером там что-то послушать, а только чтобы пушку прокачать, потому что не хочет закидывать ещё денег в игру, это жопа. Это значит, вы работаете против игры и против себя. И особенно против онлайной игры. Это плохо. Это будет отпугивать старых игроков. Это не позволит новичкам влиться в игру, они посмотрят на эту картину и скажут, нам не надо. И это точно, я практически уверен, со временем вообще убьёт ПВЕ Варфейс. Продолжение следует...